Добрый день, уважаемые коллеги! Нутритивная поддержка у пациентов с мукозитами является одним из важных компонентов и улучшения качества жизни, и возможности проведения дальнейшей специфической терапии. Хотел бы сказать, что белково-энергетическая недостаточность, нутритивная поддержка, которая необходима пациентам онкологического профиля, крайне необходима, и несмотря на то, что мы уже достаточно долго работаем в этом направлении, у нас написана масса различных рекомендаций по нутритивной поддержке, как у пациентов и общих юридического профиля, так и у пациентов с онкологическими заболеваниями. Тем не менее, эта проблема еще достаточно не решена, потому как не придается должного внимания решению этой проблемы и оценки необходимой, оценки той важности этой проблемы, учитывая то, что, как правило, результат, эффективность лечения зависит от нормального питательного статуса онкологических пациентов. Несколько позиций в международной классификации болезней посвящено различным вариантам нутритивной недостаточности. Что касается онкологических пациентов, то, скорее всего, это, как правило, белково-энергетическая недостаточность, умеренной и слабой степени тяжести присутствует у наших пациентов. Хотелось бы отметить, что всем пациентам, которые поступают в специализированный профиль или не специализированные профили с диагнозом, любым онкологическим диагнозом, необходимо проводить оценку нутритивного статуса. Это касается как пациентов, которые готовятся к оперативному вмешательству, так и пациентов, которым предстоит или лучевая терапия, или лекарственное лечение. Существует несколько шкал, которые практически взаимозаменяемы, и, в общем-то, ценность их примерно одинакова. Поэтому говорить о том, что какая-то шкала лучше, какая-то хуже, достаточно, наверное, не совсем правильно, вернее. Все шкалы, все три шкалы, которые я сейчас продемонстрировал, которые имеются в любой доступной литературе, они абсолютно валютны. Что хотелось бы сказать из тех рекомендаций, которые я сегодня выношу на обсуждение. Они, как я уже говорил, уже опробированы в различных и лечебных учреждениях, в различных руководствах. Они прошли уже оценку временем и у европейских специалистов по энтеральному, парентеральному питанию и метаболизму, и у американских специалистов. Тем не менее, хочу напомнить коллегам, что нутритивная поддержка, во-первых, показана пациентам с исходной нутритивной недостаточностью, а также с высоким риском развития этой недостаточности на различных этапах противопоставления. Не стоит помнить и о том, что эта поддержка показана пациентам, у которых ожидается отсутствие возможности принимать пищу в течение более чем сутки, и если же трёх и более суток, или же если пациент в послеоперационном периоде, что это касается именно послеоперационного периода, не может обеспечить потребность, не больше 60% потребности энергетических субстратах в послеоперационном периоде. Первая рекомендация. Иммуномодулирующая энтеральная смесь, которая содержит аргинин, омега-3, глютамин, амин-3 жирный кислот и глютамин, антиоксиданты. Они могут применяться в течение 5-7 дней предоперационного периода, особенно у пациентов в отделении реконструктивной и абдоминальной хирургии. Что касается реконструктивной хирургии, это достаточно часто применяется и необходимо применять у пациентов, которые страдают заболеваниями головы и шеи. Скорее всего, именно эта группа пациентов оказывается в очень длительном периоде, когда они не могут принимать нормальную пищу через рот. И эти смеси, которые являются сбалансированными как по жирам, по белкам, углеводам и плюс ко всему имеют иммуномодулирующий компонент, являются наиболее эффективными у данной группы пациентов. Рекомендация вторая. Предоперационное парантеральное питание проводится только в случае выраженной питательной недостаточности или неэффективности или невозможности проведения энтерального питания. Мы уже неоднократно говорили, что наиболее оптимальный вариант нутритивной поддержки – это энтеральное питание, параральное или зондовое питание. Парантеральное питание применяется в крайних случаях. По некоторым данным, применение парантерального питания при достаточно длительных сроках может приводить к развитию инфекционных осложнений. Плюс ко всему, не стоит забывать о том, что экономическая составляющая оказывает непоследнюю роль в назначении этого препарата. Парантеральное питание гораздо дороже, чем энтеральное питание. Третья рекомендация – возможность энтерального питания раннего, перорального или через зонд следует оценивать на следующее утро после проведенного оперативного вмешательства. В пероральный прием пищи после хирургического вмешательства необходимо начать как можно раньше у той группы пациентов, которые могут уже питаться через зонд. Это касается пациентов, которые оперированы на низколежащих отделах желудочно-кишечного тракта, пациентов, которые оперированы на колоректальной зоне. Что касается пациентов, которые на верхних отделах желудочно-кишечного тракта оперированы, то в нашей клинике и во многих европейских мировых клиниках уже на следующие Через 24 часа пациентов начинают кормить через зонт, который установлен за анастомозом, а в некоторых клиниках, в которых применяется система раннего восстановления после оперативного вмешательства, уже через сутки применяется проральное питание, в том числе и у пациентов, оперированных в объеме гастроктомии. Четвертая рекомендация. В большинстве случаев потребности пациента в энергии белки определяется эмпирически. Средняя доза колоража – это 25-30 ккал на килограмм, потребность в белке – 1,5 грамма на килограмм в сутки. Что касается метаболического мониторинга, не каждая клиника может осуществить в связи с невозможностью данного вида мониторинга. Но хотелось бы сказать, что по нашему опыту, вот тот расчет на килограмм, 20-25-30 ккал максимально, он оказывается достаточным для проведения переоперационной интритивной поддержки или для проведения интритивной поддержки пациентов, которые будут получать специфическое противоопухолевое лечение. Хотелось бы сказать о том, что если пациент имеет низкую массу тела, имеет индекс массы тела меньше 18, если у него возраст старше 60 лет, то, как правило, инфекционные осложнения, если говорить послеоперационный период, возникают у 80% пациентов. И достаточно высокий процент у этой группы, высокий процент пациентов находится длительное время в послеоперационном периоде для них реанимации, когда мы проводим борьбу с развившимися инфекционными осложнениями. Что касается пациентов, которые получают противоопухолевое лечение. Уровень альбумина меньше 30, уже прямое показание для того, именно альбумина, прямое показание для того, чтобы назначать нутритивную поддержку. Пациенты могут питаться обычной пищей, но если у них показатели альбумина, лимфоцитов ниже определенных значений, в любом случае им нужно назначать лечебное питание. Благо, сейчас существует огромное количество различных препаратов с различными вкусовыми добавками, которые пациенты могут переносить. И в своих поступлениях, и в рекомендациях мы всегда делаем акцент на то, что все это питание лечебное, оно является лекарством. Оно имеет свой специфический вкус, и иногда пациенты не могут переносить, ну, по ряду с каких-то субъективных причин. Тем не менее, нужно объяснять, что это лечение. Если не переносят пациенты жидкие энтеральные нутридринки, то существуют и сухие смеси, которые также ничем не уступают по своему составу жидким нутридринкам. Но даже в ценовой категории они оказываются более дешевыми, и пациенты могут приобретать их за свой счет, если клиника не может обеспечить пациентов лечебным питанием. Раннее интеральное питание – ключевой метод интритивной поддержки, о чем я уже говорил ранее, в связи с целым рядом важнейших преимуществ. Это прежде всего нельзя забывать о том, что энтероциты питаются внутрипросветным субстратом. Никакое парантеральное питание не сможет восстановить функцию кишечного эпителия, сколько бы мы не назначали внутривенное питание. Прежде всего, это должен быть внутрипросветный субстрат. Что касается методики и способов проведения интерального питания. Если не удается парорально, то, естественно, или устанавливается назоганстральный, назоинтестинальный зон, или же накладывается чрезкожная эндоскопическая гастростома, или открытым способом накладывается гастростом. Также хочется еще раз напомнить, что зонд должен быть установлен, если речь идет о назогастральном зонде, не более 3-4 недель. По всем рекомендациям, максимальная деятельность нахождения зонда – это месяц. После чего принимается решение или же установка гастростомы, или установка геюностом. Следующая рекомендация. У пациентов с нутритивной недостаточностью любой степени или высоким риском развития для увеличения объема поступления в организм макро- и микронутриентов следует включать в рацион питания специализированные энтеральные пароральные диеты. В зависимости от сопутствующей патологии, от выраженности нутритивной недостаточности, энтеральные пароральные диеты могут быть как гиперкалорическими, содержащими от 1,5 до 2 ккал в миллилитре. Это могут быть смеси с высоким содержанием волокон. У пациентов, у которых сопутствующих патологий может быть сахарный диабет, энтеральные пароральные диеты типа диабет, все эти смеси имеются в наличии, на рынке они представлены достаточно широко. У пациентов с печеночной недостаточностью следует предназначать энтеральное питание ГЕПА. Что касается парантерального питания, только при невозможности применения энтерального или парорального питания мы назначаем парантеральное питание. Минусы парантерального питания, я уже сказал, это прежде всего возможный риск развития инфекционных осложнений. При неправильной методике применения парантерального питания могут быть различные осложнения, если высокая скорость введения парантерального питания это и ознобы, и развитие достаточно высокой гипергликемии, требующих введения больших доз инсулина. И, что немаловажно, это также ценовая составляющая парантерального питания. Но при определенных показателях, если у пациентов имеются мукозиты тяжелые или тяжелый рационный энтерит, естественно, препаратами выбора будут являться парантеральные смеси. Вот, пожалуй, основные позиции, которые будут изложены в клинических рекомендациях по проведению нутритивной поддержки. По сравнению с предыдущими версиями, они будут более развернутыми, так как, в общем-то, ничего нового в клинические рекомендации мы вносить не будем, мы только расширим и покажем более подробно, как, когда назначать нутритивную поддержку, у каких группах, у каких групп пациентов. Я счел, что, наверное, нет необходимости что-либо выносить на утверждение или на отклонение в данных позициях. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.